А теперь настало время для бомжовских обзоров с Честером Эй-Бомжом. Сегодняшний обзор на фильм Как приручить Дракона 2 А мой бог, это величайший фильм из тех, что я видел в своей жизни! Спойлеры! Спойлеры! Здесь есть ребёнок по имени Икинг, правда он уже не ребёнок, разве что от счастья. Он вырос, но у него остался высокий тоненький голосок, как у маленького ребёнка, как у Эдварда Норта. И ещё есть коллега, ужасный злодей, которого играет Боб Марли с гадкого я. Он такой... Дракон оторвал мне руку, поэтому я ненавижу всех драконов! Ладно, и что ты сделаешь по этому поводу? Я захвачу мир! Значит ты воспользуешься теми, кому хочешь отомстить против тех, кому ты мстить даже не собирался? Да! В этом нет никакого смысла! А тебе-то что? У нас есть красивые стены полётов! Ура! Красивые стены полётов! Тогда Икинг решает встретиться и поговорить с плохим парнем, но по пути встречает свою мать, которая заботится об этих неуправляемых и недышащих в щадях ада. В общем, чем большинство матерей по их мнению занимаются. Но Икинг такой... Почему ты бросила меня ребёнком? Я подружился с драконом после того, как они меня похитили, я знал, что у вас есть против этого, и я не могла жить в таком мире! Ты подумала, что будет лучше бросить меня с глупым варваром, полным предрассудков? Но я знала, что не смогу заставить его передумать! Типа лучше будет бросить меня с недалёким варваром, полным предрассудков? Ты не можешь меня осуждать, меня играет Кейт Бланшетт, и никто не может играть, как Кейт Бланшетт! Блин, ты права, давай снимем ещё красивых стены полётов! Давай! Да, красивые стены полётов! Затем появляется отец Икинга, и он такой... Теперь, когда мы с тобой согласны, мы можем снова стать семьёй! Да, всё изменилось! Ты изменился, я изменилась, давай быть самой счастливой семьёй на свете! О, нет! Что? Что такое? Это середина фильма, мы все счастливы, мы снова семья, кому-то придётся умереть! Это напомнило мне Икинг, рассказывал ли я тебе, как быть успешным королём на случай, если я умру? Боб Марли с гадкого я появляется, и он такой... Я пришёл убить твоего супер-дракона, моим супер-драконом! Подожди-ка, ты управляешь супер-драконом? Именно так! Но как тебе это удалось? Я бы потратил кучу времени, чтобы приручить дракона размером с меня! Ну, я... Он размером с три автозавода! Как он вообще заметил, что ты приручил его? Ну, я как бы, я... Знаешь, для фильма с названием «Как приручить дракона» мы не так много видели, как ты приручаешь своего дракона! Хорошо, я расскажу тебе, как я сделал это! Я отвлекал его красивыми сценами полётов вместе с красивыми боевыми сценами! Ладно, в этом есть смысл! Да, красивые сцены полётов! И красивые боевые сцены! Значит, злой супер-дракон убивает доброго супер-дракона! И теперь всех маленьких драконов контролирует один большой злой супер-дракон! И Боб Марли с гадкого я такой! Убить персонажа, которого и так известно, что убьют! Да не меня, а отца! Ой, я отбросил коньки! Отец, не-е-е-ет! Ничего, икинг! Я знаю, ты можешь быть прекрасным королём! Или, может, ты станешь королевой? Нет, я слишком давно живу без вас! Но ты дружила с супер-драконом, которому подчинялась куча других драконов! Да, но я уверена, что есть какие-нибудь препятствия, например, без права женщин в этом мире! Женщины сражаются вместе с мужчинами! По факту просто невероятно, насколько мы терпеливы по отношению к женщинам, драконам и гомосексуалистам! Гомосексуалистам, правда? Да, помнишь ту шутку у парня с крюком? Да, я радужный! Вау! Мама, ты старше, мудрее и знаешь больше о драконах! Почему бы тебе не стать во главе? Чьё лицо на плакате? Моё! Вперёд, красивым сценам полёта! Ура, красивые сцены полёта! Короче, и Кинг убеждает без зубика больше не быть зомби-драконом! Зомби-драконы, такое выражение вообще есть? Кто-то должен придумать это выражение! Все драконы собираются вокруг без зубика, и он уничтожает плохого, злого альфа-дракона! И все люди такие! Вау, смотрите, он побеждает плохого, злого альфа-дракона! Да, почему он не сделал этого раньше? Может, ему просто не хватало уверенности? Уверенности, которые могут дать только красивые сцены полётов? Да! Почему мы не назвали это крылотое путешествие 2? Не думаю, что мы не пытались! Итак, Игнг всех спасает! Семья как бы воссоединяется! И что ещё лучше, мы получили 3D-Аймакс-фильм, который никогда не превзойдёт аватара! Вперёд, снежные киски! Я однажды был синей киской! Безопасный секс, ребятки, безопасный секс! Так был ли, как прочитать Дракон 2, действительно потрясающим фильмом? В качестве обучающего фильма, я думаю, он мог бы быть немного лучше! Вот если бы вы рассказали, как поймать грубого дракона! Мне было бы интересно, потому что я думал об этом несколько лет назад, такой эксцентричный! Это был Честер и Бомж, и я говорю... Мелочь! У вас есть мелочь! Ну, пожалуйста, поддержите парня! Подкиньте мелочишки! Давайте, мы используем её, чтобы дать Игнгу новое имя! Я думаю, что ему подойдёт... Апчхи! Озвучка это... Ой! Кхм! Озвучка и адаптация Милли Гореев Максим! По субтитрам Александра Слепцова! И сейчас я скажу... Подпишись на каналаал!